Какие есть варианты иммиграции для блогеров? И насколько сложно или легко это делать? Блогеры, инфлюенсеры, ну, ты понял. У нас довольно хороший опыт получения виз талантов блогерам. Это категория, чаще всего это категория O1B, да, то есть это тиктокеры, это ютюберы, это контент-менеджеры, это продюсеры, это просто инфлюенсеры, которые монетизируют как-то свои платформы, будь то ютюб, будь то твиттер, будь то фейсбук, doesn't marry, то есть для нас это не имеет значения. Соответственно, O1B, она универсальная виза для таких талантов. Как раз мы сейчас подали, кстати, пару недель назад, нам пришло RFI, кстати, по этому кейсу, редко RFI по O1, но там оно такое, процессуальное, там в контракте они там не поняли, то есть критерии мы закрыли, то есть это одобрение, там нужно парочку бумажек прислать. Девушка, она тиктокерша, у нее свой тикток, и она помогает делать контент другим тиктокерам, да, то есть она как бы, она инфлюенсер, и она еще продюсер на тиктоке, соответственно, здесь она... Она эксперт, в том числе, то есть у нее есть свой канал, и она помогает другим... Да, да, то есть она доказала на своем примере, что это можно там развить хорошо свой тикток, и у нее есть опыт работы с другими тиктокерами, которые тоже выросли, работая с ней. Соответственно, вот она сейчас практически получила O1B, да, и почему O1B лучше, чем O1A? Потому что, ну, из всех виз талантов O1B, она самая легкая. И спросите, Станислав, почему, да? Ну, потому что один из критериев – это рекомендательные письма, то есть непосредственно критерии самой визы, да, то есть не петиции, они везде используются рекомендательные, а непосредственно один критерий талантов. Поэтому рекомендательные письма закроют все практически, да, нет человек, которого не порекомендуют другие профессионалы. Потом есть пресса, там, удачные тиктоки, удачные ютуб-каналы и так далее, вот тебе три уже критерия сходу закрылись. А если ты еще хорошо монетизируешься за это платят, вот тебе четыре критерия, нам нужно минимум три. Поэтому O1B прям супервиза для инфлюенсеров, для тиктокеров, ютуберов и так далее. Тем не менее, мы не брезгуем и грин-картами для инфлюенсеров и для тиктокеров. Естественно, уровень доказательств будет выше. Будет выше, нужно прям серьезное признание, нужно серьезные доходы, монетизация, серьезные рекламные контракты, или, возможно, какие-то ивенты, конкурсы, например, премии Рунета, если это человек из России, который в направлении как раз инфлюенсерства, блогерства. То есть должно быть хорошо упаковано подачем, хорошая пресса.